Всем привет! Я Роман Соболёк, корреспондент у НИА на Москве. И как вы знаете, в очень узких и очень ограниченных кругах здесь в России празднуют пятую годовщину начала так называемой русской весны на Донбассе. Да, к этому моменту Крым уже был оккупирован. И часть вот этих вот архаровцев, и кадровые военные, и преступники-головорезы, и просто русские имперцы и патриоты направились, так сказать, строить или расширять Российскую империю на востоке Украины. На практике это вылилось в разграбление Донбасса. В результате людей на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей освободили не только от Украины, но и от цивилизации. Теперь там зона русского мира, зона бесправия, нищеты и отсутствие каких-либо перспектив. Да, уничтожили аэропорты, ввели комендантский час и предлагают молиться на президента России Путина. Ну и радоваться, что там оплата за коммунальные услуги точно так же, как и до войны. Ну это единственное, за что сейчас продолжает платить Российская Федерация. Но любопытно другое, что здесь в России на официальном уровне, никто об этом не вспоминает. Вообще делают вид, что никаких жителей Донбасса не существует. Если что-то и показывают с оккупированного востока Украины, то исключительно линия соприкосновения в контексте страшных и ужасных украинских карателей. Параллельно с этим размышляют о том, когда же русский мир снова захватит всю Украину. Ну и естественно размышления эти все идут в контексте выборов. Мы можем предсказать, что эти выборы не будут слишком чистыми и хорошими, а победит на них обязательно русофоб, кто бы там ни был. А других просто нет. Да, других, ну там более-менее есть там вот тот же Вилкул, скажем. А у них электорат, они его сами себе присвоили, понимаете, и сказали, у нас есть электорат. А кто физически их поддерживает? Есть с пены у рта русофобы, есть, значит, без. Это очень интересно, ведь вот товарищи, российские эксперты, ну почему-то они в большинстве своем все в прошлом граждане Украины, которые перешли на сторону захватчика, они тоже не интересуются жизнью на оккупированных территориях. Им важно, так сказать, продолжать экспансию. И что мы слышим? Оказывается, у нас все русофобы и даже Вилкул. Этот тезис подбрасывает бывший министр внутренних дел Украины, а сейчас сотрудник Госдумы. Что он говорит? Что оказывается, у так называемого пророссийского кандидата, в кавычках пророссийского, нет электората. И делал я уже не одно видео по этому поводу, что они грустят. А куда же он делся? Все очень просто. Самые отмороженные уехали на оккупированные территории. Многие погибли в ходе боевых действий. А в Украине тот, кто был за Россию, тот поумнел, потому что идиотов, которые хотят жить, как в Донецке с российским триколором, не так уж и много. Да, естественно, товарищ Захарченко, не тот, который ходил в кафе «Сепар», тот, который был министром внутренних дел, он по традиции, устоявшейся в России, рассказывает о том, что во всем виноваты, ну да, американцы. Рассматривают Украину как некий инструмент, при помощи которого можно воздействовать. Прежде всего, воздействовать на ближайшего соседа, Российскую Федерацию. Собственно говоря, вот этот инструмент, он создавался не на протяжении последних пяти лет, он создавался на протяжении фактически всей независимости, так называемой независимости Украины, после развала Советского Союза. Так называемой независимости. Это что же получается? Товарищ Захарченко возглавлял одно из мощнейших силовых ведомств Украины, и занимался на этой должности, судя по всему, созданием антироссии. Больше всего меня удивляет, что эти люди, когда высказывают свои мысли, они почему-то переживают не за Украину, а за Российскую Федерацию. Странно, почему же тогда они были министрами в Украине? Потому что идея геополитиков, прежде всего, западной цивилизации, оторвать Украину от своего родственника, от своего собственного народа, от веры, от византийской цивилизации. Вот отделить его, оторвать. И мало того, что его отделить, оторвать, необходимо создать в его лице врага. Очень странно, почему эти люди размышляют, что Украину создавали как антироссийский проект, антироссию и весь этот бред. Но, слушайте, если бы Украина была антироссией, то она бы первая выдвинула бы претензии к Кубанскому краю. Но такого у нас не было. А получилось, наоборот, что, поддавшись вот этим вот бредням про братские народы, мы получили Крым, а потом Донбасс. И транслировалось это все через российский телевизор прямо в мозг многих доверчивых граждан Украины, которые теперь только и думают о том, как бы это вернуть в 2014 год. И с полученными знаниями тогда бы они, конечно, быстро указали бы России ее место и направление движения. Ну, собственно говоря, вот этот плакат в Крыму очень, мне кажется, информативен. И идея создания антироссии, она глубоко засела, на самом деле, в украинской государственности. И, собственно говоря, и было выпистывано, вот такое слово, мне кажется, подойдет, к 2014 году. Ведь все партии, которые вышли на Майдан, то общество, которое поддержало события, произошедшие в 2013-2014 году, это ведь партии, которые не были запрещены, вот, например, как в Российской Федерации запрещен правый сектор, или запрещены какие-то игиловские организации, ну, запрещены. То на Украине не партия там, вот сейчас их показывают, но это уже новые, после 2014 года часть из них создана была, но до этого были, например, Трезуб, АУНовские организации, Партия Свобода, то есть из Свободы вышли патриоты Украины, отсоединились в свое время, которые потом, вот сегодня, реорганизовались в политическую партию, национальный корпус, известный там Белецкий присутствует, да. Все эти организации, они не были на Украине запрещены. И вы должны понимать, что спецслужбы, о которых вы говорите, я так немножко оговорюсь на всякий случай, что полиция, милиция, она не является спецслужбой ни в одном государстве, и, соответственно, не несет на себе специальных функций. Что мы имеем? Оказывается, на Майдан вышли не радикалы, а украинские политические партии поддержали этот процесс. И многие из них, причем сам Захарченко об этом рассказывал, были поддержаны в свое время партией власти, да-да, партией регионов. Но, опять же, товарищ выступает исключительно с точки зрения российских интересов. Вот сейчас правый сектор действительно запрещен на территории Российской Федерации. Да, это украинская политическая партия, и другие им перечисленные тоже многие являются политическими партиями. Только интересно, почему это в Украине должны быть запрещены украинские партии? Это же не КПУ, который ставит под сомнение существование украинского государства, а наоборот, но, тем не менее, товарищ хотел бы их запретить. И удивляется, почему у него не было таких полномочий на должности министра внутренних дел. Товарищи, которые собрались в этом зале, они не оставляют попыток найти пророссийского избирателя. Ну, то есть, так сказать, провести перепись идиотов Украины, которые после всего случившегося позовут русских оккупантов себе в дом. Надеюсь и уверен, что таких подавляющее меньшинство. Ведь наверняка у каждого зрителя моего видеоблога есть друзья, которые вынуждены были бежать от ужасов русского мира и на Донбассе, и в Крыму. — Словосочетание — невидимая Украина. Да, вот она — невидимая Украина. Действительно, большинство населения не может открыто высказывать свою точку зрения, свою политическую позицию, потому что в стране царит, ну, по существу, террор. Он, ну, не такой кошмарный, как, допустим, в 2018 году или еще что-то такое. Но, тем не менее, за высказывание своей позиции люди, в общем-то, страдают. Товарищ Хисамов, директор Украина.ру, он вообще-то считает, что свое мнение боятся высказать под угрозой террора именно те, кто придерживается пророссийской точки зрения. Я вот однажды был с ним в эфире радиостанция «Говорит Москва». Так он на голубом глазу рассказывал о том, как хорошо живется в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. И большинство не хочет на это пойти. Но выборы на то и даны демократические, чтобы вот эта невидимая страна стала видимой. А власти, очевидно, вот и тема нашего сегодняшнего мероприятия, говорит о том, что вот силовой ресурс – это то, что как бы тот бронепоезд, который либо стоит на запасном пути, либо уже немножечко постреливает. Мне всегда забавляют, как они проговариваются. С одной стороны, у нас террор, с другой стороны, у нас демократические выборы. Товарищи никак не могут определиться. Но да, для россиян это очень сложно понять, как это жить в ситуации, когда неизвестно, кого выберут следующим президентом. И поэтому они здесь, да, начинают массово ностальгировать по поводу возвращения, ну кого? Русского мира в Украину. И количество погибших и захваченные Россией территории Украины никого не смущает. Они внимательно изучают вообще ситуацию, которая складывается в том или ином государстве на данный момент, и прежде всего в Украине. И я думаю, очень многие понимали, даже те, которые не занимаются, что, в общем-то, условия для серьезного протеста, тем более прорусского, пророссийского протеста на Украине. Вот прошедшие там 4-5 лет, они совершенно были нулевыми. Ну совершенно. Ситуация на сегодняшний день не созрела. Может быть, она созреет через 2 года, через 5 лет, через 10 лет. Я, в частности, не сомневаюсь, что созреет. Другое дело, какие сроки? Этот товарищ, так называемый сенатор, потому что он в Совете Федерации представляет Крым, оккупированный Крым. И понятно, что этот человек нигде не признается, кроме на Российской Федерации. Но слышите, что беспокоит их? Их беспокоит пророссийский протест, который будет обязательно через много-много лет. Ну, с другой стороны, может быть, будет, может быть, не будет. А может быть, будет проукраинский протест. Сначала на оккупированных территориях, а потом... Ну, потом посмотрим. Знаете, какой-либо конкуренции платформ на этих украинских выборах не наблюдается. Основная тенденция – это противодействие Российской Федерации. То есть вот то, что было запущено в 2014 году, то, на чем строится вообще многие годы украинская государственность, которая была фактически сформулирована кучмой «Украина, не Россия». И вот эта вот тенденция, она продолжается. То есть кто себя объявит большим врагом Российской Федерации, искоренителем всего русского, тот, получается, на электоральном поле начинает набирать наибольшую поддержку. То есть что же это получается? Что население Украины прекрасно сознает, кто является врагом нашего государства. И да, тут ничего удивительного нет, потому что в армии у нас служат не дети украинских чиновников и политической элиты, хотя могут быть разные варианты, но смысл в том, что наш защитник – это и есть украинский народ. И да, все понятно, что она тут говорит. Что тот, кто четче формулирует, как он будет противодействовать России, тот имеет большие шансы на победу. Я думаю, да, потому что, как бы там ни было, до выборов еще, ну, как минимум месяц, вообще-то вопрос безопасности, он все равно будет основным. А что предлагает Россия взамен? Предлагает на нас просто ликвидировать, как это сделано уже, например, на востоке Украины. Когда они размышляют о том, как пророссийское влияние будет возвращено в Украину, да, вспоминают о Беркуте. Из подразделения Беркут, какова его судьба в современной Украине? К Украине, где сейчас его бойцы и командира? Это короткое сообщение, если кто-то из вас может. Да, Виталий. И тут, конечно, мы обязательно должны послушать настоящего эксперта, человека, который прекрасно разбирается в судьбе бойцов этого подразделения. Не всех, а тех, кто предали присягу и перешли на сторону оккупационных администраций или вообще уехали в РФ. Спецподразделение Беркут было ликвидировано на Украине приказом министра внутренних дел Авакова. Часть бойцов были переведены в другие подразделения, которые были вновь созданы. В частности, там КОРД такое подразделение. Некоторые были уволены, но и определенная часть бойцов спецподразделения переехали в Российскую Федерацию. В Российской Федерации частично они работают в Крыму и поступили на службу, а часть из них и работала, собственно говоря, в подразделениях. Вот о чем говорил сегодня спикер Ольга Тимофеева, о том, что часть людей из Севастополя, Беркута, вот они так и остались работать в Севастопольском Беркуте, и в Крымском, в Симферополе, то есть в Беркуте, тоже люди остались работать. Но кроме этого, прибыли люди, которым я здесь оказывал содействие. И пользуясь случаем, хочу поблагодарить и Министерство внутренних дел Российской Федерации, лично министра, который также помог этих людей трудоустроить подразделения, московские спецподразделения при Министерстве внутренних дел, они также проходят службу. И это прекрасно, ведь теперь бывшие бойцы Беркута занимаются тем, что умеют и время от времени разгоняют митинги здесь, в России, и дубасят они в порядке. Вот лично я с такими товарищами встречался на некоторых акциях Навального, которые некоторое время назад проводились, ну а сейчас, кажется, последний российский оппозиционер сдулся. Но это сейчас, это сейчас они как бы не могут проявить свою преданность в полном объеме. Ну а что будет в следующем году или в ближайшем будущем, кто его знает. Так что, товарищи беркутовцы, без работы не останутся. Я вот считаю, что пройдет время, лучше, чтобы это не очень продолжительное время было, и спецподразделение Беркута, оно снова появится на Украине. А появиться оно может только в одном случае, если сначала территория Украины будет оккупирована, ну а дальше понятно, что оккупационные власти, они могут творить все, что хотят. И примеры Донецка, Луганска и Крыма, ну мне кажется, должны убедить в этом всех. Но факт остается фактом, что прошло пять лет, им насрать, наплевать на то, что происходит на оккупированных частях. Они думают, как вернуть беркут в свободную Украину. Хорошо. Вот из Одессы вопрос. Александр Радченко. А кто мешает украинской политической эмиграции создать свои штурмовые бригады, НКО, и организовать свой русский Майдан? Почему американцы могут, а мы нет? Ну, возможно, потому что вы, россияне, сразу начинаете стрелять, и тем самым заставляете всех граждан Украины сплотиться против вас. Они очень много здесь размышляют о том, как они проспали Украину, что вот Нуланд раздала печенье в Украине на 5 миллиардов долларов, что как это много. А сами, мол, они этим не занимались, что работали проамериканские неправительственные организации. А я вот всегда думаю, а что вы заднюю, так сказать, пасли? Вместо того, чтобы строить очередной 128-й газопровод в обход Украины, могли бы сделать что-то другое. Но вот тут есть парень, который на самом-то деле достаточно честно все объяснил. Да все просто. Деньги, которые были выделены на эти программы, были просто с СССР стыренны. Можно ответить? Ну, если да, Владислав, пожалуйста. Россия пытается такой Майдан организовать, наверное, с весны 2014 года, и, в принципе, столько сил было на это потрачено, сколько активистов. Ну, сказано, и Аксенов пытался помогать им, и Москва напрямую. Закончилось это тем, что все эти активисты в массе своей сейчас успешно на Украине сидят. Часть по реальным обвинениям, часть по вымышленным. Кто-то перебежал в Донбасс, кто-то эмигрировал в Россию. То есть, конечно, Россия этим не занималась. Россия как раз предпринимала огромные усилия для этого. Просто вопрос того, что эти усилия предпринимались так, как принимаются они у нас. Для отчетности. Деньги эффективно осваивались теми, кто эти деньги получал непосредственно из инстанции, и, к сожалению, завершилось всем тем, чем завершилось. Мне кажется, это важная информация, и мне ее приятно слышать о том, что украинские спецслужбы переловили и посадили, или они уехали сами, людей, которые звали русский оккупационный мир в Украину. На этом все. Читайте Агентство Униан и подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао. Все будет Украина.